Андрей Шоперт. Красавчик. Царская немилость. Глава первая. Событие первое. Никто не бывает равно предусмотрительным, задумывая планы, приводя его в исполнение. В рассуждениях мы тверды, а в действиях уступаем страху. Пукидит. Справка. 15 марта 1940 года Брехт Иван Яковлевич получил вторую медаль «Золотая звезда» и очередное звание «Комкор». С 22 июня 1940 года назначен на место уехавшего на Дальний Восток Штерна командующим 8-й армией. Командиром 9-й автобронетанковой дивизии назначен герой Советского Союза комбриг Бабаджанян Амазасп Хачатурович. Светлов Иван Ефимович награжден орденом Ленина, и ему присвоено досрочно звание полковник. Назначен начальником штаба 9-й автобронетанковой дивизии. Иван Яковлевич Брехт точно знал, что это должно было случиться. Не до часа, там или минутки нет, но что прямо со дня на день, так на все 100%. И при этом никакие внешние признаки на это не указывали. Был июнь 1941 года. До войны оставалось две недели. Может быть война в этой истории начнется чуть позже или чуть раньше. На самом же деле Гитлер хотел начать вторжение на территорию СССР немного раньше, в середине мая, но не заладилось с покорением Балкан. Сербы устроили настоящую партизанскую войну и вообще оказали сильнейшее сопротивление. Так что часть сил пришлось туда перебросить, да еще побоялись немцы вести войну на два фронта. Сейчас происходит то же самое, так что стоит надеяться на то, что история опять все подправит, и Великое Отечественное начнется в положенное время. Восьмая армия, которой сейчас командовал дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Брехт Иван Яковлевич, находилась все там же, в Карелии. И Брехт ее нещадно гонял и оснащал, чтобы в тот момент, когда Маннергейм вступит в войну на стороне Гитлера, нанести удар по Хельсинки и по самому северу Финляндии, чтобы вторгнуться еще и в Норвегию. Решить немцев никеля, а Ленинград не позволит взять в кольцо. Тогда Ленинградский фронт будет домокловым мечом нависать над вторгшимися в прибалтику фашистами, и все может пойти совсем не так. И почти все это время с окончания Зимней войны отправки 9-й автобронетанковой дивизии назад в Спаск-Дальний, Брехт уговаривал сначала Кулика и Ворошилова, а потом Тимошенко, чтобы дивизию влили, так сказать, в 8-ю армию, но те руководители отмахивались. Кулика уже освободили от должности начальника ГАУ РККА, Ворошилова от должности наркома, а Тимошенко пару месяцев кормил Брехта завтраками, но, наконец, пошел на компромисс. Всю дивизию не перебросят. Перебросят авиацию, диверсантов со снайперами и два танковых батальона. В принципе, этого и хотел Брехт. Зачем ему колхозный батальон и прочие тыловые части в начале войны, а когда все начнется, можно и мото-пехоту потребовать, и медсанбат. Так вот, про уверенность. Шел он утром по Петрозаводску в штаб армии из небольшого купеческого особнячка двухэтажного, который ему достался от бывшего командующего армии, и, перепрыгивая небольшую лужицу, ощутил, как что-то кольнуло вверх бедра правой ноги. Всегда пешком ходил. Бегать стало некогда, но вот хоть эти десять минут быстрой ходьбы. Кольнуло, и Иван Яковлевич автоматически сунул руку в карман бриджей. Что там такое могло попасть? Ключи от сейфа, что ли? В руке оказалось что-то холодное и скользкое. Брехт вынул руку, и мурашки по всей коже побежали, и по спине, и по ногам, и даже по коротко стриженной голове. В руке находился тот самый синий кристалл, который перенес его из 2021 года в 1932. Новенький, светящийся изнутри, словно не рассыпался он на голубой порошок почти десять лет тому назад. Иван Яковлевич его сунул в тот же карман, ставший сразу мокрой рукой, и, садя с дощатого тротуара под покрывающуюся свежими светло-зелеными листочками березку, прислонился к ней спиной и закрыл глаза. Сначала мозги запаниковали. Не хотели эти мозги верить, что их хозяина, всего такого героического и успешного, грохнут. Потом думать стали, мозги, а кто конкретно. А потом поняли, поскрепев. Правильно или неправильно поняли, проверять не хотелось. Надеяться надо на худшее, тогда при хорошем исходе сюрприз приятный будет. Но в случае этом конкретном сюрприза не намечалось. Либо убьют в первые дни войны. Бомбили же, наверное, Петрозаводск немцы с финнами. Либо, что более вероятно, он попадет в жернова НКВД. Инцидент с самолетом уже случился. Перелетела тетушка Ю через всю страну и села в Москве. Поснимали уже всех руководителей, что связано с ПВО. А там Смушкевич, Яков Владимирович и Штерн. И они под пытками скажут, что их дружок Брехт тоже заговорщик. И войну в Испании из-за него проклятого-клятого проиграли. Не очень хотелось умирать после месяца непрерывных пыток. И самое главное, вместе с теми, кого расстреляют в Куйбышево, будут и их жены. Детей и жену нужно было срочно спасать. Они были разбросаны по всей стране. Валентина и Малгажата были во Владивостоке. Ванька, Хуан и Збигнев были в Спаске у дяди Вани Светлова. Тренировались вместе со спецназом. На каникулы летние уехали. Вернее, еще в поезде, только завтра должны доехать. А двое младших были вместе с Катей Куй в Петрозаводске. Граница рядом совсем. Сел на самолет и перелетел в нейтральную Швецию. Понятно, вместе с женой и детьми, на бомбардировщике СБ, скажем. Есть нюанс. Он, тот самый Брехт, ужасный. Камала Брехт. Не ждет его в Швеции ничего, кроме передачи соседней дружественной Финляндии для суда. И непонятно, что с женой и детьми толерантные шведы сделают. Скорее всего, тоже передадут. Как там в джентльменах удачи. Чем больше сдадим, выходит, близок локоть, да не укусишь. Нужен другой вариант. Тогда необходимо прямо сейчас отправить Катю с детьми в Спаск Дальний с письмом к Светлову, то бы срочно вместе со всем золотом и сапфирами переправлял их в Америку к Ваське Блюхеру. Да и сам лучше бы туда перебирался. После того, как Брехта попытаются арестовать и у Светлова остаться на свободе, шансы минимальные. Иван Яковлевич снова сунул руку в карман, надеясь, что синий камень исчезнет. Хренас два. Скользкий и холодный. А вот интересно. Не так, как интересно. Ну, как книга интересная. А интересно, аж зубы сводит, сколько ему кристалл времени отмерил. Придет в штаб, а там уже чекисты в кабинете его сидят. Нет, ребята, пулемета я вам не дам. Брехт развернулся и пошел домой. Жена с детьми еще спали. Как им про кристалл синий рассказать? Да и не надо. Иван Яковлевич потряс Катю за плечо. Что-то забыл? Сразу глаза открыла. Катя, беда. Вам нужно срочно бежать из страны. К Ваське Блюхеру в Америку. Здесь тебя арестуют, либо лагеря ждут, либо расстрел. Детей разлучат и отправят в детдома. Прямо сейчас, собираясь и бери вещи, самые необходимые деньги, и с детьми садитесь в ближайший поезд до Ленинграда. Там купите билеты до Владивостока. Где-нибудь в Омске выйдите и сядьте на другой поезд. В Спаске Дальнем выйдете и сразу к Светлову. Он вас доставит в Владивосток, а там контрабандисты в Америку, как Ваську Блюхера переправят. Я ему сейчас письмо напишу. Желательно и ему уехать. Все знают, что он со мной тесно связан, и если меня арестуют, то и его тоже. Кать, все, я письмо писать пойду, а ты собирайся. Сейчас половина восьмого в девять поезд на Ленинград. Ни минуты лишней нет. Детей нужно собрать, накормить, отставить слезы. Я сделаю все, чтобы вас в Америке найти. Все. Слышь? Собирайся. Куй сидела, кивала, а из прекрасных карих глаз катились крупные слезинки, оставляя на щеках дорожки. Брехт поцеловал эти соленые дорожки по очереди и пошел писать письмо Светлову. Тоже ведь нужно найти слова, чтобы этого непростого товарища убедить родину покинуть. Ну, разве нажать на чувство ответственности за кучу детей и двух кореянок? Событие второе. Перед сражением каждый план хорош, после сражения каждый план плох. Владислав Гжесчик. Иван Яковлевич переоделся в гражданскую одежду, помог донести узлы и чемоданы до вокзала и посадил жену с детьми на поезд. Постоял на перроне, смотрел вслед уходящему поезду, прощаясь. Понимал, что навсегда. Не просто так синий кристалл появился. Почему появился? Кому-то надо, чтобы он еще в каком-то другом времени погеройствовал. Или наоборот, вернет сейчас обратно в тело умирающего старика. Хотя нет, он уже умер там. Смешно. Если кристалл способен душу, или как уж эта субстанция называется, пусть будет сознание переносить на многие годы в прошлое, то может и назад забросить за несколько дней до смерти. Не сильно хотел сменять молодое и здоровое тело на умирающее от последствий ковида и старости прежнее. Нечестно. Может все же сесть в самолет? СБ или АНТ-40, пустой, с полными баками, тысячи две с половиной километров пролетит. Как раз доберно хватит. На тех восьми тысячах метров, что он может подняться, никакая ПВО ему не страшна. Его там просто никто не увидит и не услышит. Тем более, что день пасмурный, скроется в облаках. Так бы и сделал. Одну останавливало. Кристалл-то появился, а значит выхода нет. Он погибнет. В небе. В застенках Лубянки. При бомбардировке Петрозаводска. Да без разницы где. Там, где-то на небесах, решили, что он умрет. Значит, он умрет. Не спрыгнешь с этого паровоза. Противно было. Шел генерал подощатому все тому же тротуару и ноги заплетались. Когда читал книги про попаданцев всяких в будущее, то там эти самые попаданцы Сталину или еще кому говорили, когда он умрет. Но его нафиг лучше не знать. Или лучше все же знать. А что он сейчас может сделать? Да много чего. Во-первых, не угодить в лапы НКВД. Хрен он им живой сдастся. Во-вторых, протянуть как можно дольше, чтобы Катя Куй с детьми успела затеряться. Непросто. Это только кажется, что раз пока билеты на поезда продают без паспорта, то можно добраться до Владивостока из Петрозаводска тайно. Хрен. В каждом поезде милиция. И кроме того, в ГБ ведь не дураки сидят. Первым делом, если начнут искать, то проверят все поезда, что идут в Приморье. Куда еще может жена врага народа Брехта сбежать? По всему прочему, совсем не славянская внешность у нее жена. Нет русых коз. Вообще коз никаких нету. Короткие волосы. Корой, наверное. Не силен в женских прическах. Все же военврач. Майор целый. Военврач второго ранга, если точным быть. Кореянок по стране не лишку катается. Их всех выселили из Приморья в Казахстан, и оттуда им хода нет. Это у Кати, ку, есть военный билет. Ее сразу же не арестуют прямо на вокзале. Но проверять будут регулярно, так что вся надежда на то, что хватится не сразу. Ну, и на него. Не нужно попадать живым в руки госбезопасности. А если попадать, то как можно позже. Не-не, лучше не попадать. Событие третье. Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира. Зигмунд Фрейд. В штабе было тихо. Не бегали кровавые гибисты в фуражках специфического цвета. Не выворачивали на полы шкафов и столов бумаги. Люди работали. И работы было полно. Брехт назначил на ночь 22 июня грандиозные учения. Вся армия продвигалась к финской границе. Кроме того, уже завтра должны прилететь самолеты 9-й автобронетанковой дивизии. И их надо принять и разместить. Нужно будет разбить летние лагеря для летчиков и механиков. Завести для приморцев горючее. И главное, спирт добыть. Свою авиацию Брехт тоже почти довел до уровня той, что прилетит завтра. Бензин стали разбавлять спиртом. Из шарашки пришли новые карбюраторы и нагнетатели. Где можно и не можно, Брехт раздобыл шваки взамен шкасов. И рабочие в Петрозаводске доработали их по чертежам Шпагина. Немцев и финнов ждет 22 июня серьезный такой сюрприз. Они не то, что превосходство в воздухе здесь на севере не получат, они вообще воздуха не получат. Он просто уничтожит всю их авиацию в первый же день. Покрутившись в штабе, осознал, что работать сегодня не сможет. Не тем мысли заняты, да и запал прошел. Это уже не его война. Пусть сами. Что мог, сделал. Видимо, там наверху решили, что достаточно покоролесил и пора забирать его. А может и наоборот, решили, что не справился и вернут обратно в родное тело умирать. Все же Иван Яковлевич надеялся, что не назад вернут раскристалл дали, который распадется потом на голубой порошок. А порошок при потреблении внутрь, как там активирует память реципиента. Но зачем память активировать в собственном теле, если он и без того все про себя любимого помнит? Прихватил генерал-лейтенант Брехт из сейфа к находящемуся в кабуре М-1911 еще и трофейный девятизарядный Вальтер из Германии привезенный. Пистолет небольшой, в кармане бриджей пусть полежит. Лишним в его ситуации не будет. Из штаба вышел через черный ход с несколькими красноармейцами, что привезли на подводе воду, кипяченую для штабистов. Чтобы всяких дизентерий и холер избежать, Брехт в штабе разрешал пить только заранее прокипяченную воду, которую в эмулированных емкостях двух ведерных привозили в штаб 8-й армии с местного хлебозавода. Там лишнего тепла хватало. Почему на кипячение воды не использовать? К дому прошел тоже кружным путем. Несколько раз заходил с разных сторон, проверяя, нет ли наблюдения. Но все было как обычно, никаких топтунов. Телефон хотел отключить, но должны ведь летчики прилететь. Мысленно уже попрощался с этим миром, а привычка за все отвечать и лезть в каждую дырку не отпускала. Постоял над телефоном и оставил включенным. Летчики не прилетели. Видимо, где-то на пути нелетная погода. Спал Иван Яковлевич с двумя пистолетами под подушкой, открытым окном на задний двор. С него, если сильно оттолкнуться, можно до березы у дома растущей долететь и за ветви схватиться, смягчив падение. Никто к нему ночью ни на каких воронках не приехал. Даже обидно. И не выспался, и не пострелял. Штаб опять зашел с черного хода. Летчики прилетели рано утром, и Брехт, отбросив мысли о чекистах, погрузился в обустройство быта и снабжение пополнения. Так до вечера и просидел на телефоне, они вроде готовились, а как прибыль, то оказалось, то тут не так, то там не эдак. Домой шел уставший, охрипший. Мало мех лес расстреливает. Половину командиров надо отправить в ад, дисциплине обучаться. А интендантов всех, даже грузчиков. Шел и только у двери осознал, что и не проверялся, и даже вообще по сторонам не смотрел. Ну и ладно, теперь уже дома. Добрался до кухни, сделал себе пару бутербродов с чаем, проглотил и вырубился. Прошлые бессонные ночи, суматошный день, сказались. Проснулся от дребезжания будильника. Ну, значит, не было и сегодня воронка. Штаб по привычке уже зашел с черного хода и увидел, как в углу у этого входа справляет малую нужду какой-то товарищ из водовозов. «Мать же вашу, родину нашу, вон же в сорока шагах туалет!» — гаркнул генерал на красноармейца. Тот эту штуку спрятал, но дело свое делать она не перестала, и штаны спереди мигом намокли. Брехт тяжко вздохнул, махнул рукой на действительность и пошел к себе. И передумал. А чего, если за ним сегодня придут, то пусть по лесам его поищут? Поехал осматривать готовность своих летчиков в 22 июне. Либо не нашли, либо не искали, и спокойно довез его водитель до дома. Отправив машину, Брехт нарезал пару кругов вокруг дома. Тихо. И это хорошо. Поезд с Катей и детьми все дальше. Понятно, что больше недель добираться, и телефон быстрее паровоза, но каждый день на него работает. Уже три прошло. Они приехали в три часа ночи. Брехт снова спал в полглаза и подъехавшую машину услышал. Далеко еще отечественному автопрому до бесшумных двигателей. Этот рычал, как дизель на тракторе. Иван Яковлевич спал в штанах и гимнастерке. Быстро надел сапоги и глянул из-за шторы на улицу. Чекистов было пятеро. Один остался в машине, один пошел обходить дом с тыла. Наверное, как раз под той березой и встанет. Третий товарищ встал у угла дома, а двое забарабанили в дверь. Глава вторая. Событие четвертое. Выработка планов, напрасная трата времени, если ты не поручен тем, кто будет их исполнять. Генри Киссинджер. А молилась ли ты на ночь, Дездемона? Может, эти люди ни в чем не виноваты, и у них семеро по лавкам, а он этих тридцать пять детей перед самой войной без кормильцев оставит? Ну, не судьба. Свои жена и дети дороже. Гораздо дороже. Они тоже ни в чем не виноваты, и ему для них нужно еще хоть три дня выиграть. — Иду, иду. Гришка, ты? Первое попавшееся имя брякнул. По дороге взял в правую руку с тумбочки у кровати мизерикордию, а в левую? А в левую тоже мизерикордию. Чего от хорошего к лучшему стремиться? Привычное же оружие. Там стукнули еще раз, и, услышав видный вопрос, радостно подтвердили. — Я? Открывай! — Хрень-то какая! Это они ведь к генерал-лейтенанту в дверь ломятся. Как должен выглядеть Гришка, который к командующему армии и дважды герою Советского Союза «Ты!» — говорит. — Да еще среди ночи требует открыть. Забавно было бы на эту Гришку посмотреть. — Сука ты, Гришка, последняя! Чего опять приперся среди ночи? Не буду я тебя сегодня пользовать. У тебя вся задница в прыщах. Чего не покуражиться напоследок? Интересно, что теперь чекист ответит? — Открывай! И чего-то неразборчиво и оправдывался, наверное, перед собратом по органам, что и нет у него никаких прыщей на том самом месте. — Иду, иду! Брехт зажег свет в коридоре, или, вернее, в сенях, дом деревенский, скорее, чем городской. Потом стал к стенке слева от двери и отодвинул громоздкую задвижку от бывшего хозяина в наследство оставшуюся. Гришка толкнул дверь и руку с нога нам вперед выдернул. — Руки! — зазирался, никого перед собой не увидев. Брехт ему клинок снизу под челюсть загнал. Глубоко, сантиметров на двадцать, пока острие снизу в черепную коробку не уперлось. Потом оттолкнул мертвого уже Гришку ногой и теперь уже правой рукой вогнал второй клинок в плексус-куэлацус солнечное сплетение, сунувшемуся в сене второму обладателю нагана. Товарищ больше дышать не мог. Брехт спокойно втащил его в дом и, вынув из пуза клинок, воткнул его прям в ок, всевидящее. — Помойтесь, ребята! — вспомнил Иван Яковлевич фразу из «Белого солнца пустыни». Потом снял со второго гостя васильковую фуражку, натянул на голову, прикрывая лицо и, высунувшись только немного из двери, поманил рукой того, что остановился у угла его особняка. Субтитры создавал DimaTorzok